Итак, мы с вами находимся в украинском павильоне. Он находится в венецианском квартале Кано-Реджио. Найти его было достаточно непросто. Итак, что мы здесь видим? Объявление Борис Михайлов, DallasContemporary.org Список участников. Есть ли тут список участников? Я не вижу. Написано, Борис Михайлов, парламент. Адрес, сайт, DallasContemporary, Министерство культуры Украины. Больше никакой информации нет здесь на дверях. Идемте дальше. Мы здесь видим галерейку. И возле галерейки мы видим большую-большую рубашку. Алина, можешь подойти? Просто чтобы масштабчик был. Рубашка реально большая. Наверное, на какого-то большого гиганта. Что это за рубашка? Не фокусируется. Антон Белинский. Антон Белинский. Я почему-то предполагал, что здесь будет его целая коллекция работ, но здесь ее нет. Парламент Бориса Михайлова. Одна стеночка. И вторая стеночка. Кто-то еще пришел. Народа здесь немного. Точнее, только мы. Здесь еще несколько помещений есть. Парламент опять встречает нас. И снова парламент. Больше тут ничего нет. Я просто показываю, потому что об этом павильоне было много всяких домыслов и вопросов. Ничего нет. Пустые помещения. Снова парламент висит на стенке. Еще один. Вот это инсталляция, которую сделал Иван Светличный. Звуковая инсталляция. Под ней пустота. Ничего нет. Из колонок доносятся какие-то шумы. Это не музыка, это какие-то шумы. Саунд-арт. В темноте притаялся еще один Борис Михайлов. Проходим в следующую комнату. Собственно, она же и последняя. Здесь лежит пачка каталогов. Цена. Наш небожитель Борис Михайлов. И все. Собственно. Сделаем еще 360 градусов. И ничего. На втором этаже я поднимался. Там тоже ничего. Ничего. Женщина на ресторане утверждает, что здесь что-то было на открытии. Но мы этого проверить не можем, потому что на открытии мы не были. Никакой коллекции Белинского. Ничего похожего здесь нет. Возвращаемся к замечательной рубашке. Еще раз украинский павильон. Венесанская биеннале. Вива. Арте. Вива. 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 Вива.